господи это просто какой-то ужас ребята постоянно все хотят нам продать какую-то хрень и как можно больше с нас заработать сегодня мы поговорим о кукурузных хлопьях о фитнес кукурузных хлопьев потому что предыдущие были для детей затем мы поговорим о такой вещи как мюсли и о овсяной каши боже мой с чего же начать кукурузные хлопья друзья мои изначально продукт который был создан на основе кукурузной муки вся эта история раскатывала жарилась в масле сейчас так уже никто не делает сейчас делают все намного дешевле никакими отрубями здесь вообще в принципе не пахнет очищенная кукурузная мука немного пальмового жира и немного сахара сверху мы бросим немного какой-то хрена добавки типа шоколада или меда или еще чего-то и вот вам очень полезный завтрак для детей ребята это же ужас ты когда смотришь в супермаркетах этому дерьмищу посвящены целые ряды ты смотришь на красивую этикетку конечно нужно же это продать детям потому что дети в первую очередь смотрят на нарисованных ролика или нарисованных героев разных их любимых мультиков и мы уже не важно о том что там внутри важно что она хрустит и что она сладенькая что его хочется скушать а если сверху всю эту хрень залить еще обезжиренным порошечным молоком или каким-нибудь соком друзья это и есть замечательный рецепт для диабета второго типа к десятилетнему возрасту если повезет как вы думаете почему в европе в америке во всем цивилизованном мире так сказать в странах первого мира с лучшей экономикой так частые случаи диабета второго типа так частые случаи ожирения у детей потому что родители зарабатывают достаточно вводят своих детей в кино покупая детям компьютеры планшета ipad они смотрят потребляют этот медиа контент и впоследствии этот медиа контент этих героев используют производители этого шлака для того чтобы как можно больше продать вот вам замечательный беспроигрышный рецепт друзья мои я вас заклинаю пожалуйста детям любому человеку который даже подумывает о том чтобы купить это насыщенные углеводами ничтожество я вас заклинаю проходите мимо в составе кукурузных хлопьев только сахар то что не приходится на долю сахара приходится на долю простых углеводов из кукурузной муки ни о каких отрубях ни о каких витаминах минералах вообще речи не идет кукурузная мука абсолютно пустая пальмовое рафинированное гидролизированное масло не имеет ничего полезного в своем составе естественно витамины которые они туда добавляют это синтетические витамины которые можно купить в аптеке большая часть из которых естественно не усваивают шлак проехали мимо следующее фитнес хлопья самое большое различие между детскими хлопьями фитнес хлопьями в том что там они пытаются напарить детям посредством картинки из мультика гадкий я а здесь они пытаются напарить этот же шлак только под немножко другим соусом для девчонок и мальчиков которые хотят похудеть вставляя фигуру какой-то стройной девочки или там подкачанного атлетичного парня который с этими хлопьями как бы чего-то вроде как добился переворачиваем этикетку и смотрим на тех же 70 грамм углеводов что и в предыдущих детских хлопьях мы имеем конечно меньше сахара нет 40 30 а 18 но это не решает нашу проблему все равно это быстрые углеводы все равно это тоже кукурузная сраная мука просто ее немножко больше и немножко меньше сахара инсулин инсулино-резистентность диабеты второго типа отсутствие вообще в принципе возможности похудеть на этом хреновом питании точно также будут присутствовать вашем рационе если вы отдадите предпочтение этому дерьмищу я вас прошу пожалуйста здесь точно также проходим проходим мимо и не зацикливаемся на том что нам обещают на этикетке это все ложь только чтобы продать следующая позиция нашего сегодняшнего марафона по здоровым завтракам это мюсли точно такая же хрень что и до этого те же кукурузные хлопья иногда они добавляют овсяные хлопья но это овсяные хлопья третьей стадии обработки которые в себе не несут ничего полезного хлам из быстрых углеводов и больше ничего переворачиваем этикетку и смотрите здесь нам повезло здесь она даже на русском посмотрите даже кошмар вообще что в этом составе мне кажется половина таблицы менделеева включая все консерванты потому что там же у нас какие-то фрукты или сливы или какие-то сухофрукты и здесь мы попадаем в новую историю еще один гвоздь в гроб здорового питания это как раз сухофрукты которые содержат себе еще больше сахара чем кукурузные хлопья в чистом виде только в них дополнительно мы получаем насыщенные жиры и кучу консервантов пользы в этом завтраке типа мюсли как бы вроде не кукурузные хлопья но точно такое же ничтожество как и все остальное полный бред друзья мои проходим мимо естественно тот человек который хочет отдать предпочтение вроде как чему-то более здоровым попадает еще одну яму это мюсли и наконец наше четвертое положение это спасение это панацея это овсяные хлопья которым я вас заклинаю отдавайте предпочтение овсяным хлопьям против всей остальной этой хрень любая овсяная крупа находится внизу видите внизу торгового ряда потому что она продается намного хуже чем естественно красочные хлопья разорви глаз и выбрось вообще вон отсюда потому что ее невыгодно продавать она стоит в три в четыре раза дешевле конечно потому что намного меньше маркетинга в нее вложено намного меньше стоимость самого производства этого продукта потому что он практически не обрабатывается а если обрабатывается то элементарным способом отдавайте предпочтение настоящей овсяной каше то которая будет готовиться не 3-5 минут не овсяная каша быстрого приготовления к сожалению иногда даже геркулес бывает быстрого приготовления это те самые овсяные хлопья которые имеют самую высокую стадию обработки они по сути точно также очищены от всей полезной составляющей этого зерна как и пшеница например которая в цельном виде потрясающе полезно полностью очищена не имеет ничего в принципе общего со здоровым и правильным питанием точно также отдавайте предпочтение овсяной каше которая готовится минут 10-15 если вы ее делаете на воде это самый полезный самый чистый способ если на молоке то на жирном молоке никакого обезжиренного дерьмище ваши дети не должно присутствовать только жирное цельное молоко да в нем больше жиров но это полезной жиры да она хранится меньше но потому что оно живое оно настоящее естественно это будет самый здоровый выбор нет ничего полезней и лучше того что вы сами приготовите из продуктов которые вы знаете будут давать пользу вашему организму друзья как всегда огромное вам спасибо за ваше время если не подписались нажимайте кнопку подписаться и до следующего выпуска пока